В 2014 году в акватории Южно-Китайского моря началось создание китайских искусственных островов. Буквально за год китайским инженерам удалось создать несколько участков суши общей площадью более 4 квадратных километров. Строительство подобного острова начинается с геологической разведки. Специалисты изучают рельеф морского дна и подбирают подходящие возвышенности. Это могут быть затопленные островки, подводные скалы или коралловые рифы. Только после этого на выбранный участок привозят строительные материалы, в том числе особый бетон, предназначенный для гидротехнических сооружений. Затем специальные установки поднимают со дна моря песок и распыляют его в выбранном направлении, пока не образуется достаточно высокий участок суши. Китай Китай намывает гигантские песочные массы на рифы и мели, искусственно увеличивая количество островов Спратли. Азиатские соперники Китая рассматривают эту его деятельность как попытку наложить руку на все Южно-Китайское море. Китайская сторона и раньше занималась созданием искусственных островов, например, возле Гуанчжоу. Новые участки суши были нужны исключительно для увеличения сухопутной территории страны. Теперь же за инженерными решениями скрываются вполне конкретные геополитические задачи. Контроль над Поросельскими островами формально оба архипелага считаются нейтральной территорией. Но за право обладать ими борются сразу шесть государств – КНР, Вьетнам, Филиппины, Бруней, Тайвань и Малайзия. Интерес к маленьким каменистым островкам вызван в первую очередь их выгодным географическим положением, а также наличием в Южно-Китайском море нефтяных и газовых месторождений. По подсчетам специалистов, запасы полезных ископаемых в материковом шельфе настолько велики, что могут обеспечить Китаю новый промышленный рывок. С момента образования КНР китайские власти считали эти острова своими. Даже на отпечатанных в Китае географических картах Спратли и Поросельские острова обозначены как часть Поднебесной. В 1980-е годы территориальный спор по поводу принадлежности двух архипелагов даже вылился в вооруженное столкновение между Вьетнамом и Китаем. В ходе боевых действий погибли 70 человек. В 2016 году Гаагский арбитражный суд пришел к выводу, что КНР не имеет права на владение Спратли и Поросельскими островами. Однако китайские власти назвали это решение необоснованным и продолжили свою морскую экспансию. Новые острова способны выдерживать большие здания, человеческие поселения и разведывательные системы, включая радары. Поэтому китайское островостроение вызывает беспокойство Вьетнама, Филиппин и других стран Юго-Восточной Азии, которые тоже претендуют на Спратли. Международное морское право гласит, что акватория государства должна представлять собой 200-мильную зону. Причем это расстояние отсчитывается от крайней сухопутной точки, принадлежащей данному государству. Морские и океанические просторы, выходящие за пределы этой зоны и не являющиеся акваторией другой страны, считаются нейтральными. Таким образом, появление новых участков суши должно привести к пересмотру морских границ между государствами, имеющие выход к Южно-Китайскому морю. Контроль над Южно-Китайским морем, наращивание военного присутствия и защита водных транспортных путей. Искусственные острова стремительно милитаризируются. Фотоснимки, сделанные американскими спутниками, показывают, что на новых островах уже появились зенитные и противоракетные комплексы. Все это говорит о том, что Китай намерен наращивать свою военную мощь на данных территориях и расширять сферы своего влияния. Военно-морские силы, базирующиеся на новых островах, также отвечают за две важных, стоящих перед Китаем задачи – обеспечение безопасности транспортировки нефти из арабских стран, защита китайских буровых установок. Все это означает огромные таможенные пошлины, поступающие в китайскую казну, и беспрепятственную разработку нефтяных и газовых месторождений. Территориальный конфликт в Южно-Китайском море может привести к далеко идущим последствиям. На региональном уровне китайская экспансия уже привела к локальным стычкам. Во Вьетнаме, втором претенденте на господство в этих водах, уже прошла целая череда антикитайских митингов и маршей протеста. В результате было разгромлено несколько китайских предприятий, а само пребывание граждан КНР на территории Вьетнама стало крайне небезопасным. На высшем уровне этот конфликт означает сплачивание стран Юго-Восточной Азии вокруг США, сильнейшего геополитического противника КНР. По мнению ряда аналитиков, дальнейшая китайская экспансия может привести к началу вооруженной борьбы за господство на Тихом океане. До свидания.